Сегодня казалось, что не горели глаза или не хватало физической подготовки. Как оценишь ваши физические кондиции сейчас? Все нормально, глаза горели. Просто Рома с его опытом, с его коафицированными игроками играли уже по счету, отталкивались от результата первой игры. Пытались не допускать своих ошибок и воспользоваться нашими. Мы же пытались забить быстрый гол, вскрыть как-то их оборону. Но где-то не повезло, где-то нехватка мастерства. Уже в начале второго тайма совершили свою ошибку и уже пропустив гол, перед такой игрой тяжело было. Статистика владения мячом. У Шахтера 70% после матча, у Ромы 30%. Но тем не менее результат не в нашу пользу. Это тренерский штаб дает такие указания, что главное это владение? В принципе, Шахтер такая команда, которая любит атаковать, любит контролировать мяч. Но, повторюсь, хотели больше контроля на чужой половине, где-то скрывать. Но так как они играют пять защитников, тяжело найти лазейку. И не все сегодня в этом плане получалось. И очень мало, особенно в первом тайме, создавали опасных моментов. Первый был на 39-й минуте. И как планировалось забить быстрый гол, но скорости были почему-то невысокие. И за счет чего так получается сейчас у команды? Ну, повторюсь, что Рома играла по счету, они сели на свою половину и ждали от нас каких-то обрезок, каких-то ошибок. Но мы же пытались, наоборот, меньше их допускать. Понимали, что пропустив гол, мы уже в эту игру не вернемся, так как надо будет пять забивать. Это практически нереально. Но мы верили, что сможем выйти дальше в следующий раунд для Европы. Но не получилось. Вы сегодня были капитаном команды. Можете сказать, как сегодняшний капитан, как поднять командный дух и психологически понять команде, вново поверить в свои силы? Да, мы верим в свои силы. Мы никогда не перестаем в них верить. У нас еще остается чемпионат. И будем уже становиться чемпионами в нем, пытаться что-то спасти в этом сезоне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!